И думаю, что тогда мы можем, имея право во всей этой нарисованной картине, говорить о том, что можно играть не только как в ситуации с Ниной, которая бежит из дома, не просто абстрактное желание стать актрисой, или не какую-то там любовь, вот люблю-не могу, и все, я рано. Да, уже ребенок, да, я ездил за вами, да, вы меня выгоняли, но я все равно вас люблю, не могу я. Ну, если так любишь, ну давай тогда. Че ты стреляешься? Ну, я сейчас вульгарно говорю, в руку специально, нарочит, да, угрубляю ситуацию, да? Но это говорит человеку, позвольте мне остаться, останьтесь и не позвольте мне ехать с вами, это говорит человеку, у которого, как он, первого действия, здесь уже ничего нет, здесь ничего нет. Понимаете? То есть умирает диабет, и все. Умирает фактически тот человек, который, да, для него, ну, был последние пять лет самым близким человеком. В этом доме. Может быть, вообще, в принципе, сам наркотический человек, человек, который как-то понимал, как-то ему сочувствовал, как-то, да, и прочее, прочее. И в доме он останется с полиной, или Аркан, но больше сюда не появится. И еще Брин. Красиво, что до него он приехал вообще. Ну, мой дом, мой дом, тоже, по счастью, не коронировал. Ну, да. Посмотрите, да, пока становится плотная, конкретная ситуация. Без излишнего романтизма. Потому что я вообще полагаю, что, если так, выходить на какие-то более теоретические вещи в связи с этим, что последние годы, десятилетия, произошла кардинальная смена, которую, вот как я часто понимаю, не секут артисты, много работаешь с артистами разного поколения, не секут артисты старшего поколения, которые еще включаются молодые. Я полагаю, что произошла смена типа разбора. Я называю старый разбор, который был когда-то, я с ним очень часто сталкиваюсь. Именно в связи с старшим поколением артистов. Называют это романтический разбор. Знаете, разбор, исходящий из неких, не из конкретики психологии человеческой, не из конкретики обстоятельств. Вот это очень конкретная ситуация, то, что я вам сейчас говорю, мотивацию вот этих слов, позвольте мне ехать с вами, останетесь ли, позвольте мне ехать с вами. Старый разбор говорил бы о любви. Сменилось время, сменились поколения, сменилось осознание жизни. И разбор становится более, я это называю биологическим, более ориентирующимся на эгоистическую структуру человека. Не романтическую, понимаете, да? Не идеализирующую человека, а человека в определенной степени разоблачающую. Без всяких отрицальных или положительных выводов относительно того, хорошо, это плохо, да? То, что человек так действует, можно упасить. А в определенной степени это то, что если угодно исповедовал в своей эстетике, там, Достоевский, да? Пытаясь копаться в человеческую психику не с романтической точки зрения, а с точки зрения такой биологической, можно сказать, неизменной, а можно сказать, реальной. Наступила эпоха, которая очень для меня, как бы, в какой-то момент выразила Тарантиноская эстетика, которую, я полагаю, что эта эстетика связана не со Стёбом, а с очень четким ощущением нового поколения о том, что, знаете, когда говорят о жестолкости Тарантино там, да, и последующей за ним, да, там, Триеровской современной, да, Триеров, который продолжает, и, конечно, Эстетика Ханаки и прочее, да, в кино. И это эстетика, которая осознает, что, человек осознал, что смерть очень рядом. Вот она стала, в результате 20-го века, смерть стала бытовой. Она не трагедия, не какой-то, не какой-то великой смерти. Смерть – это, это часть жизни, такая же, как завтрак, обед и ужин. Это не отменяет ужасы смерти, драмы смерти, да, но это заставляет совершенно по-иному смотреть на некие события жизни. И вся Тарантиновская эстетика связана не с намеренным продавливанием жестокости, а с тем, что просто очень четко было явно, что смерть, она вот, да, вот, как отмыть машину от мозга, одеть шорты, одеть футболки и пойти дальше. Конечно же, для, поэтому Тарантино для старшего поколения стал таким неприятным, с одной стороны, а для нового поколения стал выразителем какой-то новой правды. Зачастую подсознательным выразителем новой правды, понимаете, да, это не основная нового поколения, но это, это не жестокость нового поколения, это не какой-то, вот, эта радость, культа смерти, это просто совершенно иное ощущение жизни. Жизнь, которая развивается по биологическим каким-то законам, не отменяя, не отменяя, знаете, как у Калины, жизнь не смысл, но ее надо проявить так, как будто она имеет смысл. Жить яростно, как будто она имеет смысл. Вот, поэтому, когда я говорю вот об этом, об этом разборе, который, на мой взгляд, еще важен, не обходить, да, обратите внимание, все, что я говорю, связано с развенчанием каких-то романтических мотиваций, абстрактных мотиваций, что для меня, в общем, одно и то же. И с подкладкой очень конкретных представительств в жизни, и ситуаций очень конкретных. И этот разбор можно и нужно, на мой взгляд, применять не только в сугубо психологическом другом. при этом я совершенно не отказываю в той же пьесе «Чайка» в метафорическом ряде, в символическом ряде, в обобщении. Сложно обобщение. Но это уже то, что зависит от команды, делающей спартакт. Артистов, художников и режиссеров. Как родить из этой годовой истории, если есть желание, некую более крупную смысловую структуру. И, как мне кажется, актер начинает гораздо более осознанно и жестко работать, если перед ним стоит задача как бы укрупнить что-то или отойти от бытой, если знаю, вот эту бытовую основу. Вот. Повторяю. Вот то, что мы проделали сейчас, да, вот, неким образом расписав ситуацию между третьим и четвёртым листом, когда вы будете перечитывать, а я советую просто перечитать пьесу, и вдруг вы начнёте, у вас весь пазл начнёт складываться. Вы можете поспорить, вы можете возразить, вы можете сказать, да, по-другому, трактовать это вообще по-другому. Вы можете сделать из этой пьесы всё, что угодно, но если вы вот в этом ракурсе посмотрите, психологически, так пазл начнёт складываться. И увидите, как... И это далеко не полная информация, которую можно получить из текста этой одной въез, да, если зайти вот подробно. Как вы понимаете, как правило, ну и что произошло между третьим и четвёртым листом? Ну вот, да, что-то было, вот на уровне он её любил, она его не любила, чего-то там было, как-то всё происходило, и всё прочее. Когда мы говорим о сцене Нина Треблев, всё равно для меня, так или иначе, одной из важнейших смысловых, не сюжетов, но смысловых сцен в этой истории, то здесь уже, что называется, вопрос трактовки. Да, я могу сказать, что... Можно сказать, что она приходит, мы знаем, что в этом году пригодит, можно сказать, что она наворачивает круги вокруг того пространства, в котором ей было хорошо перед отъездом в Елец. Можно сказать, что она просто, в конце концов, истощена и хочет ездить, как она там говорит, и у неё просто нет денег. У неё просто, у которой матери нет, две копейки, и она на последние шишины приезжает сюда, чтобы, может быть, пробиться к дому отца, но её не пускают, выставили сторожей. А вопрос, почему выставили сторожей, возникает. Значит, она приходила в этот дом, не то, что она приехала, по всему городу разнеслась весть, и на заречной приехала, и сидит, и поставила в дворе. Да нет, наверное. Отец и мать выставили, мачеху выставили сторожей, наверное, потому что она заявилась в этот дом. Наверное, если я взяла, или пошла вон, а после этого сделали так, чтобы она больше не появлялась. Вполне логичное рассуждение. Тогда я понимаю, почему она, в принципе, приехала сюда. Хотя, во всех репликах, которые, как может родиться просто символический какой-то смысл из всего этого, да очень просто. если вы обратите внимание, о ней там говорится вот в четвертом действии, Треплев говорит, она входит, да, Медведенко говорит, но никак не зайдет в этот дом. Медведенко говорит, что я ее встретил, она сказала, придет. Треплев говорит, не придет. она рядом идет. Она здесь говорит, и, наконец, когда она приходит, реплика говорит, она пришла. Моя добрая, ненаглядная, она пришла, но не будем плакать. Не будем плакать. Когда мы репетировали, у меня возникло ощущение, абсолютное ощущение, что, если говорить о комбонном металлимском, просто даже уровне этой кресы, что речь идет о смерти. Потому что, когда мы подошли к истории, связанной с Сориным, и с его умиранием, и ожиданием смерти в этом доме, то некая какая-то странная фигура, которая наворачивает круги вокруг этого имени, никак в него не зайдет. В какой-то момент вдруг заходит. Ради Бога, можно так. Да, я сейчас говорю о каких-то друг странных вещах, смысловых, которые там могут возникать и проявляться. Но можно так, можно не так. Не суть. Можно оставить это в того уровня, можно по-другому давать. Суть в том, что, как вы видите, даже у приезда Минни есть вдруг возникает жесткая мотивация. Просто из текста по поводу того, что отец-мать выставили стражей, и из ее фразы по поводу того, что есть еще нам не вести. И он говорит, я вам дам балку. Кстати, вы увидите, что эта фраза в спектакле воплощена в конкретную жрачку. И финальный весь текст он говорит, они же в комнату книгу, берет у них кусок жирафы, у нас это кусок птицы, и приносит, видимо, как бы для себя, как бы для себя, да, и возвращается, и ей дает, и она ест этот кусок птицы, и говорит, о том, что я люблю, не думайте, не говорите ничего, от Григорина, я его люблю. Люблю еще сильнее, чем прежде. Люблю страстно. Доотчаянно люблю. И ест при этом. Помните, какая была чистая, светлая жизнь, какие чувства, и т.д. и т.п. Люди, львы, орлы, парапаты, рогатые олени. Поэтому даже внутри этого куска там, вы видите, там есть очень четкие просто обстоятельства. У Чехова вы просто, да, я вам дам пауру. Понятно, а перед этим все равно сложен некий паспорт. Пора, пойдем. Уженец и так далее.